Знаете вы про этот гриб? Слышали? Ну не слышал, теперь только что услышал, но единственное, это не что-то... Это такие грибы, грибы растут у нас в Латвии, и в принципе это естественно. Это нормально, что ли? Это нормально, да. Но такие грибы все равно же не каждый день собирают. Ну это конечно, они, может быть, реже встречаются, но в наших лесах возможно встретить такие грибы. А я думал, что все эти большие грибы с большими шляпами, это из-за того, что меняется экологическая ситуация, поэтому грибы такие огромные. Ну это тогда более, можно было бы говорить, что это радиоактивное влияние, потому что мы принимаем, что там где радиоактивность, там все большое, но это естественные грибы, которые растут в нашем лесу, так же как другие. Другие грибы тоже есть таких размеров, так что, ну, это может быть не каждый год встречаются, но они есть в нашей природе. Господин министр, еще некоторое время назад вы отмеряли путь назад из Елгова в Ригу, потому что сегодня в этом городе открывали производство по переработке пластиковых бутылок. И даже я прочитал сообщение генства ЛЭТа, что планируется примерно 50 тысяч бутылок перерабатывать в год. Тонна. 50 тысяч бутылок или 2 тонны за один час, вот, извините, не в год, в час. Ну так оно есть, в Елгове открылся сегодня завод по переработке пэт-бутылок, и, конечно, это большой шаг вперед по переработке отходов. И Латвии нужны такие предприятия, которые перерабатывали бы какие-то виды отходов. У нас в Латвии есть завод по переработке макулатуры. Это валмеры находятся, и они производят там и подносы для яиц, и также эту тепловую вату, которую используют для отепления жилых домов. И, конечно, теперь будет в Латвии возможность переработать все пэт-бутылки Латвии на этом заводе, плюс еще помогать нашим соседям, эстонцам, литовцам, чтобы тоже переработать эти бутылки. А вот 17 лет или там 20 лет с момента обретения независимости или чуть поменьше, а эти бутылки вообще что ли не перерабатывались? Они частично перерабатывались, и это были маленькие мощности, которые использовались. Но так, в целом, они захоронялись в полигонах отходов. Но эта пластмасса, она, конечно, перерабатывается более чем 100 лет, и, конечно, это неправильный вид захоронения. Но если нет в государстве видов переработки, тогда, конечно, захороняется. Но теперь есть место, где переработать. И тогда, в принципе, стоит вопрос за сортировкой отходов или за депозитом на пэт-бутылки. И, в принципе, более, как у нас есть опыт в Эстонии, где более 90% пэт-бутылок перерабатывается. Так что я думаю, что в Латвии тоже мы этот путь идем и достигнем те же самые результаты. А сдавать можно на этом предприятии эти пластмассовые пэт-бутылки? Это как раньше стеклянные. На этом предприятии сдавать не можно. Они в любом случае закупают пудылку от предприятий, которые собирают отходы или сортируют отходы. И это уже, как говорится, вопрос собирания. А так само население может сдать на данный момент только в контейнере по сортировке. И мы... Никто никакие деньги за это не платит. За это не платит. Но мы в министерстве теперь работаем над вопросом введения в Латвии системы депозита. И мы планируем ввести систему депозита, начиная с 1 января 2010 года. Это через год и 4 месяца. И, в принципе, система депозита предвидит то, что покупатель приходит в магазин, покупает любую тару, в которой наполнен напиток, или алюминиевая, или пластмассовая, или стеклянная. Он как бы взносит в магазин какую-то определенную сумму. И потом при сдаче обратно в магазин этой тары он получает эти деньги обратно. Такая система, кстати, сейчас в Германии работает. Ну, она система, я помню лично своего детства. Эта система в советское время очень хорошо работала. И, скажем, там было 20 копеек стоила бутылка и молока, и кефира, и также лимонады. И можно было купить мороженое и так далее. Лимонад по 10 было. По 10. А когда в кооперативные времена 10 бутылок сдашь по 10, рубль можно в кооперативный видеосалон сходить. В любом случае мы собираем мнение наших телезрителей. Виктор из Риги дозвонился уже до нашей студии. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер, Андрей. Лаба Корвея, неспомнись. Добрый вечер. Ну, прежде всего, аплодисменты Андрею Мамыкину за вопрос группе А-студио. Поразить вопросом людей, не один десяток лет находящихся под прессом масс-медиа. Спасибо, Виктор. Фан-клуб меня мой поражает. Вопрос мертвая петля, блеск. Господин Венис. Да. Вот мы тут в Риге бывает, Роланда в свитерок и шарфик одеваем. Вот это все несерьезно. А если по-серьезному, недавно прошел очень представительный форум всех стран региона Балтийского моря. Так что же вы все вот так безропотно дали добро Германии и России на трубу, вместо того, чтобы коллективно предложить им сначала прибрать за собой помойку из затопленных вооружений, как после Первой, так и после Второй мировых войн. Это и обычные, и химические, и бактериологические вооружения. По ЛДС венисском. А господин Виктор, не уходите, побудьте еще с нами. А вы против строительства Нордстрима, да, Северного потока, газопровода? Мне за то, чтобы его провели через территорию Латвии. У нас есть места, 10 мест для огромных хранилищ, как в Инчукалсе, ради бога. А вот помойку пусть приберут, потому что Балтийское море погибает. Это однозначно. Спасибо, Виктор. Спасибо за звонок. Ну, вопрос, конечно, хороший, но если говорить о Нордстрим, тогда это, конечно, отношение и договор между двумя странами, между Россией и Германией. И они планируют провести провод по международным вводам, по нейтральным вводам. Так что, конечно, здесь мы очень повлиять не можем на процесс договора между двумя странами. Но что мы можем сделать, это все государства, которые как бы соседи этого газопровода, в том числе и Латвия, мы просим, чтобы при оценке влияния на окружающие среды было взято во внимание целый ряд вопросов, которые нас интересуют. Это в том числе вопросы по захоронению химических веществ и оружия во время войны. И что, в принципе, это тоже должно оцениться, как это строительство может повлиять. То, что вопрос могло идти по земле, по суше, конечно, это могло идти, если государство так приняло бы решение. Но в этом случае, как говорится, решение другое. А вот Россия говорит, шло бы по суше, по Латвии, если бы Латвия хорошую политику вела, всем русским гражданство дала, не гражданам, как класс бы, так сказать. Я думаю, это только полемика по этому вопросу. В любом случае, по суше, конечно, довольно трудно такие проводы провести, потому что это в любом случае будут очень дорогие. Мы видим, скажем, то же самое строительство любой дороги или трубопровода водоснабжения или канализации, где идут частные земли. Тогда там очень трудно договориться с владельцами конкретных земельных участков о цене. И если это идет по некоторым государствам, а это выходит Латвия, Литва, Польша, ну это как минимум три государства, ну я думаю, тогда проект вообще мог бы быть очень-очень дорогим. Господин министр, а с владельцами частных предприятий легко договориться тем, кто борется за чистоту окружающей среды? Ну это по-разному, это зависит от уровня понимания вопросов экологии на предприятии. Есть положительные предприятия, есть предприятия, которые довольно регулярно нарушают. Смотрите, не знаю, к нарушителям ли принадлежит предприятие, о котором сейчас расскажет наша телезрительница. Мы дозвонились жительнице города Олайне, Мария Круменя. Мария, здравствуйте, слышите нас? Да, здравствуйте. Вот расскажите, вы живете в городе Олайне, и что вы видите из окон своего дома, в котором вы живете? Ну, я уточню, что я не живу, но я постоянно приезжаю в летние периоды и осенью к своим друзьям на дачный участок, который находится под Олайне. И была, ну, очевидцем, точнее, наверное, жетвой. Очень часто в пятницу и в выходные дни, это происходит после часу ночи в заводах Олайны, но, видимо, это Олайн-фарм сжигается производственной отходой. И этот жуткий запах распространяется на несколько километров. А запах какой? Что напоминает этот запах? Там, какими-то таблетками пахнет, лекарствами, пластмассами, паленой? Ну, это такой химический, да, это не, как запах не сжигается, ни картонные коробки или что-то из фанеры-то, ну, что-то вот такое химическое, ну, пластмассовое, химическое. То есть, ну, то, что это химическое, ядовитое, это уже, ну, это ясно, да, это не какое-то, там, ни дерево, ни картон. А вы пытались как-то, вот, я не знаю, вызвать муниципальную полицию, сообщить соседям? С соседями вместе подойти к тем, кто сжигает? Мужики, что делаете? Дышать-то невозможно. Да, несколько раз там знакомые вызывали полицию, но, говорит, никакой реакции абсолютно не было. Там пару раз было, что их пригласили прямо прийти на участок, писать заявление, когда это им объяснили, что не надо писать заявление, что если есть звонок, что нужно срочно выезжать и реагировать на месте, то есть составлять какой-то там административный протокол. Но это не на территории Олайнона и на территории Олайн-Эспагост. Есть там несколько предприятий и склады, которых тоже в производственном процессе все отходы не вывозятся, а их прямо сжигают на территории. И это происходит несколько лет подряд. Ну и как теперь вот вы жить-то собираетесь? Друзья, что дачу продадут под Олайно только потому, что там кто-то...